Папа с мамой почему-то сильно волновались, говорят, не спали ночь, за меня боялись. В школе номер 18 в этом году небывалое количество первоклассников, сразу 6 классов, в каждом по 34 человека. К слову, прибавление отмечают педагоги всех сочинских учреждений, но главное, что это никак не повлияет на качество образования. Ученики будут не только изучать предметы из обязательной программы, но и, к примеру, посещать занятия подзюдо. Здесь базируется сразу 5 спортивных школ и 26 кружков по интересам. Обстановка тоже располагает к постижению наук, во многом благодаря проекту сочинских единороссов. Благодаря нашим шефам отремонтирована начальная школа, отремонтированы коридоры, кабинеты, туалеты. Благодаря помощи родителям отремонтированы все учебные кабинеты. И наша школа полностью готова к тому, чтобы принять 1500 детей для обучения в новом учебном году. Ученики тоже полностью готовы. Родители приобрели все необходимое. Тем же семьям, где с финансами трудно, помогли. Из 202 первоклассников четверть получила школьную форму абсолютно бесплатно. Программу помощи организовала Лига женщин «Мост Добра». К этому вопросу подошли с особым вниманием, и школьная форма была подарена детям с учетом требований разных школ. Мы также присутствовали на празднике, который устраивал ли нам с вручением этой формы. Детям очень понравился праздник. В этом году в Сочи сядут за парты больше 7 тысяч первоклассников, а всего в школах курорта будут учиться 55,5 тысяч детей. С Днем знаний учеников 18-й школы приехал поздравить глава Сочи. Для того, чтобы год был удачным, городские власти постарались выполнить программу «Максимум капитально отремонтировано 36 сочинских школ». Остальные привели в порядок шефы, как здесь, в Кудепсте. Отдельное внимание учителя. От того, в каких условиях живет и работает педагог, зависит качество его работы. Главная фигура – это учитель, и поэтому учителю нужно уделять особое внимание, создавать благоприятные условия для его деятельности. За последние 5 лет наши учителя получили 251 квартиру служебную в городе. Такого нет ни в одном муниципальном образовании Российской Федерации и, конечно, Краснодарского края. Специальные городские программы позволяют привлекать молодых педагогов. В 18-й школе первый звонок прозвенел не только для учащихся, но и для 10 учителей, выпускников педагогических вузов. Уже завтра вместе со своими опытными коллегами они приступят к работе. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ